МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро. Здравствуйте. Во-первых, поздравляем вас с этим. Девиз этой игры, что наша жизнь – игра. Для вас это так? Для вас это жизнь – игра? Да, мы, можно сказать, уже с 2004 года играем в эту игру. Естественно, это часть нашей жизни, и это очень такое увлекательное хобби для нас. С 2004 года? Да. Это 13 лет уже, в смысле? Да, мы практически стояли у истоков зарождения интеллектуального клуба в нашем городе. Тогда Александр Лавренов собирал команды, буквально выдергивал из аудитории людей, чтобы посадить и набрать команды. Это было весной, а мы поступили в сентябре в ЮГУ, и с этого момента мы играем. А по какому принципу? Так, ты двоечник, иди сюда, будешь играть что-то, где-то, где-то. Ну, это ему только известно. А вы ребята из одной команды, да? Да. Как у вас называется команда? Наша команда называется «Имба». Ну, на самом деле, с самого начала, то есть, и поменялись, и так далее. То есть, основной принцип, как бы, можно команду составлять по, вот, гуманитарии, вот, и по математике, вот, еще кто-то там, ну, там. Это солянка из. Да, 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 солянка из. Ну, чаще всего, как бы, соединяются люди из одной группы, которые общаются, и им прикольно, как бы, приводить по первому месте. А «Имба», что это такое? Что значит? Это игровой сленг, обозначается некая команда или игрок, который несбалансирован в данной игре и всех побеждает, не прикладывая особых усилий. И, как вы яхту назвали, так она и плывет? Ну, не всегда, к сожалению, бывает. У нас есть сильные соперники в нашем городе, поэтому у нас очень частенько проходит очень ожесточенная борьба, и бывает, что решается все в дополнительных вопросах. Первое, третье места разыгрываются. То есть, ну, вы чаще всего вот именно в этой, в первой тройке, да? Ну, мы, скажем, в первой четверке. В первой четверке, да. А все в смокингах приходят? Конечно. Дресс-кода у вас там нет? На самом деле приходят школьники, студенты, то есть, это же в основном именно общение больше, так скажем, потому что, ну, считается, что интеллектуал, он как бы этот, ну, типа Вассермана или там еще кого-то, то есть, он, типа, считается умным таким, рассчитанным, неприступным. Все чушь. То есть, легкое общение вообще, да, непринужденное? Да. Даже иногда бывают легкие такие подколки, там, троллинг небольшой. Кто-то вот из югорских знатоков общался напрямую с Вассерманом, с друзьем? Конечно. Да, есть и такие у нас. Ну, во-первых, у нас Друзь как бы приезжал сам, то есть, а далее, то есть, у нас команда из Сургута есть, Северная Мчела, то есть, она участвовала в Телебрейне два сезона. Соответственно, она играла и против друзья, и против этого, и иногда выигрывала. Ну, не всегда, как бы, но, как бы, это вполне нормально, потому что, на самом деле, брейн-ринг, это, ну, знаете, я думаю, эту игру, которую ведет Андрей Козлов, это кто быстрее нажал на кнопку и ответил на нормальный вопрос. То есть, в принципе, югорских знатоков знают далеко за пределами игры. Ну, есть еще один знаток из Тюмени, который переехал в Москву, он в следующем сезоне будет играть в элитарном клубе капитаном команды Иван Жошкевич. То есть, мы с ним когда-то соревновались в 2006 или 2007 году, то есть, также в брейн-ринге. То есть, он играл за Тюменскую команду, мы за Ханты-Мансийскую. Это было очень интересно, так скажем, посоревноваться. Был ли какой-то каверзный вопрос, который прям врезался в вашу память? Ну, на самом деле, да, мы отыграли уже, не знаю, бесчисленное количество вопросов, поэтому какие-то вспомнить очень трудно, потому что они все потом, буквально выходишь из игры, выходишь с игры, буквально проходит 5-10 минут, и все, ты уже вопросы практически забываешь. Эта вот эйфория проходит, игры, и все уже. А самый интересный, может быть, помните вопрос, который заставил вас голову поломать? Ну, мне еще один член нашей команды, Саша, задал вопрос, который мне очень сильно понравился, собственно говоря. Назовите самого известного человека-козерога. Человека-козерога? Ну, наверное, какой-нибудь древний грек. Ну, а мы откуда его знаем? А тут вы сразу знаете. А какие было? Полне конкретно надо говорить. Полне конкретно. Я не козерог, это значит, что у нас один человек. Я козерог. Не, Марина? Не, ну, разумеется, мы не можем отметить красоту, вот. Но здесь немножечко другой ответ. А какой же ответ тогда? Иисус Христос. Ай, как хорошо. Рождество Христово, 25 декабря, 7 января, по любому из лет и числений. То есть в вопросе есть все. Но как вот до этого дойти? Замечательно. Я желаю, чтобы у вас, ну, вы так, я понимаю, продолжаете играть. Конечно. Я желаю, чтобы таких интересных вопросов у вас было больше. И чтобы ряды поклонников игры «Что, где, когда», адептов, так сказать, расширялись. И наши люди прямиком в Москву. И круглый стол, крутится волчок. Мы играем, Югра выигрывает. Да, вам желаем побед будущих. Сейчас начало сезона, да, уже скоро совсем. Поэтому новых побед вам. Благодарим вас за беседу. А с вами, дорогие друзья, увидимся через несколько минут.